Я родилась в селе Протопоповке Александрийского уезда Херсонской губернии. Дедушка был протеерей, папочка был протеерей. В духовной семье нас было 10 душ в семье. Я самая младшая, я самая младшая, воспитана в духе таком, знаете, честности и доброте. Мама тоже была дочь священника. Моего дядю Денисия четвертовали. Это, не дай бог сказать, и уши, и нос отрезали, язык и в колодец бросили. В Кутерубе. Папу хотели убить. В Верховой ехал по селу пьяный. И шашку вверх, 9 по пиву был, 10 еду убивать. Ну, конечно, папа ж там вырос. Все мы выросли в том селе Протопоповке. И прибежали, предупредили. И папа с старшим братом Сережей в кукурузу вскочили. А мама и я, и братья даже, я не знаю, куда они делись. И, в общем, мы остались. Мама, сестра старшая Вары. А папу спасли, заприрали лошадей, положили его как тифоз, на навоз, на сено. И вывезли на вокзал. К станции Корыцевка, там рядом. И папа уехал в Херсон. Он, в общем, папа получил приход под Херсоном Кардашин. Старый Кардашин. И вот папа туда перевез. Перевез туда. Нас с сестрой мы учились в семилетке. И в 23-м году я закончила эту семилетку. Старший брат живился. И на Лёле. И у Лёли была усадьба в Лубнах. Мы переехали в Лубные жить. И уже в Лубнах, когда я приехала, я рисовала. Я любила срисовывать в газетах концертам карикатуры и копировала. Это узнали и посоветовали поступить в художественное Харьково. И я приехала и выдержала экзамен. 11 претендентов на место. Меня приняли. Вот тут пришел момент войны. А я только закончила. 20 июля отгуляли. Прощальный вечер в художественном училище. Осталась в Харькове. Война меня застала. Только начали курсы медсестер. И нас с курсом посылают на окопы. Под золочево. А на окопах мы, значит... Ну, мы же туда пешком добирались. Это кошмар какой-то. На окопах немцы вреющими полетами летали. И что-то кричали, что-то бросали. В общем, не давали копать окопы. И пришлось возвращаться в Харьков. А Харьков, боже мой, был пустой. И по улице мчались наши, наши грузовики. Полные, стоя солдаты. Стоя. Стояли. Вот. Их так везли грузовики. С этими, да. И мчались. Мы кричали, голосовали. Возьмите. Да куда там? Они отступали. Отступали. Всякую войну существует Красный Крест. А ну-ка, давай искать. Нашли. Нашли против театра Шевченко. Там на втором этаже комната. И пустая, один стол, и сидит комсомолец. И он нам дал на Пушкинское в Рентген-институт направление. Мы туда пошли. Там был госпиталь. И в том госпитале мы работали немножечко, успели поработать с медсестрами. А на самом верхнем этаже был офицер наш. Оставался. Ну, видно, он раненый, что ли. Я не знаю. И вот немцы. Немцы вдруг где-то близко там были или заходили. Я уже забыла. А он кричит, Сашенька, Сашенька, на меня. Я пришла. Он говорит, спаси меня. Спаси. Побежала я вниз к этому персоналу обслуживающей. И они помогли ему опуститься, этому офицеру. И посадили. И он уехал. Я спасла. Слава Богу, спасла. Чувство долга, во-первых. И это как спасение было. Что я еще нашла своих. И я уже была там не просто медсестрой, а хирургической. Мы вдвоем с врачом работали. Это я хорошо помню. Боже мой. Пришли немцы и выгнали нас. А, бомбили как. Ой, Харьков бомбили. И там дедушка, дедушка и бабушка, семьи были, прятались. И дедушка говорит, иди, добирайся в Лубны. Значит, на Люботин пешком, а там, может, в Люботине поезда. Вот так. И я получила пропуск. И двинулась пешком над железной дорогой. Крестный ход. Прямо люди отступали. Население. И так я добралась до Лубен. И в окно заглядываю. А мама идет, говорит, смотрит, женщина, что вам нужно? А я вся и лицо грязное, и шапочка эта грязная. Я как раз сплакалась. Мама, боже мой, это шура, это шура. И а то я пролежала, больная, в горячке. А что-то с месяц. Пролучилась я. Три года. Мне не могли помочь никак. И я голодала. Я имела право только тарелку борща в столовой взять. За 75 копеек, как сейчас помню. А голодала, голодала. До того, что у меня гной из-под ногтей из десен. Я пошла к врачу. Она говорит, немедленно, академический отпуск, ехать в село, сахар кушать, молоко пить. И в село, в село. Пришлось бросить три курса института, и я уехала. У меня муж был танкист. И он в танке всю войну провоевал. И в Берлин, когда он вошел, ну, войска наши, от радости, что уже, значит, в Берлин добрались, он вылез из люка, а снайпер немецкий ему в голову, и попал в это, разрывная пуля, а тут попала ему в перемычку носа. и губу. Коля потерял сознание, конечно, и опустился вниз. И говорит, когда очнулся, у меня верхняя губа на бороде. Что делать? Смотрю. А говорит, и этот мой помощник раненый. Так он говорит, я рубашку порвал, подвязался, да, и этого помощника на спину и в МП, в госпиталь, притащил. И за это он получил орден. Он, у него два ордена, первой и второй степени. Был он фронтовиком, был. Война, наконец, кончилась. Страдать и голодать все уже прекратились. Взялись, делала. Фабрика художественных изделий, вспомнила. И меня там приняли сразу. И я картины копировала. А охотники на провале никто не брался. Перова. Там же, вы знаете эту картину? Нет? Да. В общем, там сидят эти охотники, а один рассказывает вперед все. И вот эти руки, так, из художников никто не брался. А я взялась, у меня получилось. Я одна копировала. телевидение уже много лет не включаю, потому что я слепая. Единственное, радио включу, погоды слушаю, а там известие. Я благодарю Бога, что я еще доживаю спокойно в своей квартирке. А что они там бедные погибают? Конечно, мне в Украину. Я украинка. И мне, не дай Бог, мне очень жалко этого полуострова, Крым. Я все надеюсь, что его вернут как-то. В надежде, что Украина останется Украиной. это в большой надежде. А бороться надо. А каким способом, это они знают сами старшие начальники и все. Конечно, надо. Нельзя ни в коем случае русских пускать, русифицировать. Боже, сохрани. это Украина. У меня в голове все время украинские песни. Помнится вся Украина украинском. Все это. Конечно, надо бороться. в Продолжение следует...